После того, как MidJourney стала платной и нету возможности бесплатного использования, люди подались в поисках новой нейросети для генерации картинок. И мне кажется, что я нашла именно ту, которая лучше всего справляется с задачами генерации. Более того, есть даже несколько функций, которые намного удобнее, чем MidJourney. Представляю вам Leonardo.ai. Сейчас мы разберем, как его использовать, как сделать со своей фотографией с помощью промпта уникальную картинку и также разберемся в новых фичах Leonardo.ai. Первым шагом, который вам необходимо сделать, это, конечно же, зайти на официальный сайт Leonardo.ai. Далее, для того, чтобы получить доступ к использованию данного приложения, вам необходимо ввести свой email-адрес. После чего мы получим ссылку на почту, по которой нам нужно будет перейти. Хоть у нас есть сообщение, что мы можем подключиться к Discord, но это не обязательно. В этом первое отличие Leonardo от MidJourney, где использование MidJourney без Discord просто невозможно. Но письмо придет минимум к вам через сутки, поэтому есть еще несколько путей, как присоединиться Leonardo.ai. Для этого нам понадобится все-таки Discord. Подключаемся к Discord серверу, принимаем приглашение, отвечаем на 4 простых вопроса. Далее переходим во вкладочку Priority Early Access, где нам необходимо заполнить Google форму. Указываем свой ник Discord, далее указываем email, имя и отправляем форму. После того, как мы отправили форму, нужно ждать от одного до нескольких дней для получения ссылки. Но есть и другой интересный путь. Возвращаемся на сайт Leonardo.ai и нажимаем кнопочку прав вверху в углу Launch App. Далее нажимаем Yes, I'm right-listed. Вуаля, мы находимся в Leonardo. Здесь нам нужно придумать свой ник, выбрать те направления, которые нас интересуют, к примеру, это Art, Marketing и Product Design. Ставим ползунок, что мы соглашаемся нам больше 18 и нажимаем Start Using Leonardo. Вуаля, мы вошли и не ждали email. Далее приходим и попадаем на главную страницу. И самое важное, что стоит отметить, что Leonardo в своем Discord сервере открыто заявляет о том, что вы можете использовать сгенерированные картинки в ваших коммерческих целях. Это значит, если вы сгенерируете себе какое-то изображение, либо же фоны к вашему брендбуку, то вы спокойно сможете в дальнейшем использовать это в коммерческой цели, и никто не сможет на вас в этом плане повлиять. Очень крутая фича, которая отличает Leonardo от MiGiorno, это возможность удаления фона. Это значит, что вам не нужно будет потом в фотошопе стараться над тем, чтобы удалить с какой-то картинки фон. Как это сделать, я расскажу в середине видео. При подключении к Leonardo вы имеете изначально 150 токенов, и вы их можете использовать для генерации картин. Помимо этого, сбрасывается каждые 24 часа, но вот только я зашла, у меня написано, что уже даже сбрасывается каждых 11 часов. То есть, в принципе, данные 150 монеток даются вам на сутки. На вторые сутки вы можете опять заново начать генерировать кучу картинок. Если же вас интересует платный пакет без каких-то лимитов, вы нажимаете на кнопочку Upgrade, и, соответственно, за 10 долларов в месяц у вас уже есть больше возможностей. Количество генераций в месяц у вас уже будет 8500. Помимо этого, у вас еще будет куча плюшек. Ссылку на данный прайс-лист вы найдете внизу под видео. Первая страница, которая нас встречает, это генерация картинок другими людьми. И, что примечательно, то, что мы можем взять и воспользоваться данными промптами для генерации своих картинок. Community Fit как раз отображает те картинки, которые были недавно сгенерированы. Сначала у нас отображают те, что в тренде, дальше мы можем нажать на New, которые были только что сгенерированы. Кстати, очень прикольно, что в Леонард также можно делать пиксельные картинки. Это может понадобиться в сфере крипты, к примеру, если вы хотите сделать пиксельную коллекцию нефтишек. И мы можем посмотреть на топовые изображения, за которые больше всего поставили лайка. Вы также можете выбрать любое изображение, поставить на нем лайк. И, соответственно, данная картинка будет попадать в топы, и все больше людей будут ее видеть. Personal Fit будут отображать те генерации картинок, которые были созданы именно для вас под ваши промпты. Но давайте же перейдем к самому интересному. Для того, чтобы сгенерировать картинку, нам нужно перейти в выкладку AI Imagine Generation. И в первой строке, которую мы встречаем, нужно ввести необходимый нам проб. Пишем необходимый запрос, и слева у нас есть несколько функций. Во-первых, мы можем выбрать количество изображений, которые мы хотим сгенерировать. Автоматом у нас стоит 4, но мы можем сгенерировать одну картинку, либо же целых 8 штук. Давайте поставим, к примеру, 6 картинок. Следующим критерием вы можете выбрать размер изображения. Обратите внимание, что самые лучшие запросы у вас будут на картинке размером 1024 на 1024. Это то, что советует нам сам Леонардо. Данное изображение, как вы понимаете, будет квадратным, но если вы хотите выбрать другой формат, 3х4 или 4х3, вы можете воспользоваться этой вкладкой, где изменить размер. Вкладка Scale для Леонардо будет означать, чем выше стоят цифры, тем меньше шансов, что Леонардо будет использовать ваш промп, то есть вашу подсказку. Цифра, которую советует само приложение, около 7, поэтому по умолчанию оставляем 7. Stealing переводится дословно как мозаика, и включение этого переключателя переведет к тому, что картинки станут мозаичными, и это больше подходит для текстур и фонов. Помимо этого, в Леонардо есть очень прикольная фишка, когда мы можем добавить негативный фронт. А это значит, что мы можем исключить в изображении то, что мы не хотим видеть. К примеру, мы не хотим видеть гадкого кота, для этого и пишем ugly, из плохой анатомии тела. Далее давайте попробуем сгенерировать нашу картинку. Нажимаем на кнопку Generate и ждем некоторое время. И вот что получилось с моего промпта. В Леонардо очень часто есть проблемы с конечностями, либо же их очень много, либо же они вообще отсутствуют. Поэтому для того, чтобы не было этой проблемы, в негатив промпт можем вписать еще такие параметры, как Extra Legs, Extra Arms и так далее. Давайте попробуем еще раз генерировать. Вот такую картинку мы получили. Это можно усовершенствовать, используя хороший промпт, дописывать, исключать негатив. И мы можем получить супер крутое изображение. И давайте теперь перейдем к другой фичи, где мы можем использовать картинку для того, чтобы ее апгрейдить. Для этого переходим во вкладку Image to Image и загружаем ту картинку, которую мы хотим подкинуть под необходимый промпт. К примеру, мне понравился промпт вот этой снежной королевы. Я его просто копирую, вставляю в верхнюю строку промпта. Ниже вкладка Image to Range будет означать, что чем меньше число, тем больше это приводит к большей креативности модели. А большое число сохраняет часть исходного изображения. То есть, чем больше число, тем больше будет использоваться именно ваше изображение. Давайте немножко увеличим, к примеру, на 0,5 и нажмем на кнопочку Generate. Мы можем увидеть, что промпт снежной королевы применился к моему изображению. Если же мы уменьшим, к примеру, давайте возьмем 0,2 и попробуем снова сгенерировать. То уже видим, что исходная картинка совсем изменилась. И здесь более нереалистичная снежная королева. Вот здесь даже плечом не оголили. Ну и лицо не так уж похоже на мое. Но, тем не менее, главное, чтобы вы поняли, как можно использовать это в вашей жизни. В этом видео я разотронула достаточно большое количество функций, поэтому, дабы не затягивать его, в следующем видео я смогу сделать еще обзор данной платформы и применение к крипте. Совсем забыла показать, как удалять фон. Нажимаем на картинку и далее у нас есть Magic-кнопка, которая называется Remove Background. Ожидаем. Кстати, за каждое действие, которое вы хотите сделать, вам нужно списывать ваши токены. К примеру, убрать задний фон обойдется в два токена. Вот, к примеру, к этой фотографии я уже применила удаление бэкграунда, и вот что получилось. Здесь немножко сложно, поскольку волосы сливаются, но если мы возьмем более реалистичную картинку, то, в принципе, либо же это мы используем для стикеров, можно удалить бэкграунд достаточно легко. Вот, к примеру, к этому изображению удаление бэкграунда уже намного лучше. Поигралась я здесь с промтами, просто зависла. Здесь можно применять все, что хочешь, делать смузи-фейс. По сути, здесь можно провести целый день. Теперь, благодаря этому видео, вы узнали крутейший аналог MidJourney и также узнали, как генерировать крутые картинки. И вы можете использовать эти картинки даже для своего бизнеса, либо же для личного бренда. А в следующих видео, если вы оставите комментарий, напишите, что эта тема вам действительно интересна, я могу рассказать, как использовать АИ, генерацию картинок именно для криптовалюты. Что вы сможете с этим делать для амбассадорок, для генерации разных фонов, для создания каких-то бэкграундов и так далее. Подписывайся на канал, не забудь поставить колокольчик и до скорой встречи в новых роликах.